Всем здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Антон Скаль. Начнем с главных тем. До конца года Алтайский моторостроительный завод выпустит не менее 150 двигателей. Темпы производства обсудили на совещании в правительстве. Систему здравоохранения в Бийске вылечит. Как в Наукограде решают проблему кадрового голода, расскажем в выпуске. Новые кровли, фасады, лифты, тысячи многоквартирных домов отремонтировали в городах края. Но стало ли в них жить комфортнее? Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. В составе делегации нашего региона министр промышленности и энергетики Александр Климин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гелев. В списке участников форума руководители энергетических ведомств зарубежных стран, главы международных и российских энергетических компаний. Приветствие участникам форума направил президент Владимир Путин. В своем обращении глава государства отметил, за минувшие годы форум укрепил свой авторитет, заняв достойное место в международной энергетической повестке. Президент России подчеркнул, отечественный топливно-энергетический комплекс открывает новые возможности для инвестиций и крупных проектов, которые совершенствуют инфраструктуру отрасли. До конца года Алтайский моторостроительный завод выпустит не менее 150 двигателей. Такой прогноз озвучил на оперативном совещании в правительстве региона министр промышленности и энергетики края Александр Климин. Напомню, в течение многих лет предприятие переживало кризис из-за издушенного парка оборудования и отсутствия в товарной линейке актуальных моторов для современной техники. Новым собственником завода стал холдинг «Транспортные компоненты». В планах сохранения производства также в переходный период удалось избежать накопления задолженности по зарплате перед трудовым коллективом. Персонал в составе 200 человек переведен на новое предприятие, новое юридическое лицо. До конца года планы выполнить 150 двигателей произвести. Работу продолжаем. Задолженности по данному предприятию на сегодня нет. Больше 200 участников из 60 компаний Алтайского края собрались сегодня в Барнауле на четвертом продовольственном форуме «Алтайпрутмаркет». Он проходит на площадке центра «Мой бизнес». Все подробности у Глеба Полянского. В общем объеме промпроизводства региона около трети – продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. На выставке более 40 компаний представили свыше 100 наименований продукции местного производства. Заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко приветствовал участников и отметил высокую социальную ответственность алтайского бизнеса. Хочу воспользоваться данной трибуной, поблагодарить особо часть наших предприятий и производителей, которые этим летом оказали очень важную и бескорыстную помощь пострадавшим соседям Иркутской области. Более 20 тонн груза отправлено было из Алтайского края совершенно безвозмездно. В этом году организаторы изменили привычный формат форума. Сегодня участников мероприятия ждут аналитическая и закупочная сессии, обучение современным технологиям маркетинга и, конечно, деловое общение. Среди гостей Алтайпродмаркета также представители 18 крупных федеральных и региональных торговых сетей, предприниматели из Вьетнама и Китайской Народной Республики. Сегодняшнее мероприятие, я считаю, что оно насыщено достаточно большим количеством семинаров, где участвуют приглашенные спикеры. И у присутствующих здесь, я сейчас говорю про службы завода, отдела маркетинга, отдела придаш, есть возможность получить новую информацию, которую дальше применить в работе. И есть возможность также наладить новые контакты для того, чтобы дальше продвигать нашу продукцию, заключать контракты с новыми партнерами. Особенно для нас интересен сейчас и экспорт, его развитие и увеличение объемов продаж на экспорт. По прогнозу, по итогам этого года общий объем экспорта продукции Алтайского агропромышленного комплекса должен превысить 235 миллионов долларов США. А к 2024 году эта цифра должна вырасти до 500 миллионов. Такие задачи определены национальными проектами и указами президента страны Владимира Путина. Глеб Полянский, Денис Кузьменко, новости. Финансовая таблетка для лечения системы здравоохранения в Бийске. Городская программа привлечения медицинских кадров работает в Наукограде и уже способствует решению проблемы нехватки медиков. Как именно, разбирался Вадим Слюсарев. Нехватка мест для узкопрофильных больных и избыток для общепрофильных. Болезни здравоохранения Бийска, как говорится, налицо. Сейчас в Краевом Минздраве совместно с местными властями разрабатывают новую систему работы поликлиник и больниц. В перспективе проблемные учреждения присоединят к стабильным. Как следствие, должен нормализоваться поток пациентов, а также улучшится материальная база. Перейти на эту систему в Наукограде планируют уже с нового года. Создается какая-то центральная консультативно-диагностическая поликлиника, где собираются все методы исследования, собираются все узкие специалисты полно, в объеме. И по периферии, по филиалам остаются только терапевтические службы и все необходимые для оказания первичной помощи, чтобы наши больные к нам приходили сюда только за специализированной помощью, за консультацией узкого специалиста. Чтобы безболезненно перейти на новую систему, нужны профессиональные кадры. Сегодня, по словам главы города Александра Студеникина, средняя укомплектованность медучреждений всего 39%. Но решение проблемы есть. Если раньше в медучреждения города ежегодно устраивали на работы по 2-3 новых специалиста, то в 2019-м уже 7 медиков. Привлекают специалистов муниципальные программы. Программа, скажем так, краткосрочная в плане периода, на который закрепляется врач, приехавший в город. Два года он должен отработать в медицинских учреждениях города Бийска. Мы финансово, соответственно, поддерживаем единоразовую выплату 250 тысяч рублей и предоставляем, соответственно, муниципальное жилье. Если специалист решит остаться в Наукограде еще как минимум на 5 лет, он может стать участником другой программы. За этот период ему выплатят сумму в полтора миллиона рублей. Всего же на реализацию двух программ местная администрация выделила 68 миллионов рублей. Чтобы медицинская помощь в Наукограде стала еще доступнее. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев, Новости. Новые кровли, фасады, лифты. 43 многоквартирных дома в Наукограде стали комфортнее благодаря региональной программе капитального ремонта. Качество работы оценил и мой коллега Константин Ганов. Современная плоская кровля, в отличие от той, которую мы видим на соседнем здании, представляет собой серьезное инженерное сооружение с высокой теплоэффективностью. Сначала по плите перекрытия организуется гидроизоляция. Уже по ней сверху теплоизоляция в виде пенополистирольного утеплителя высокой плотности. Уже по нему складочной сеткой стяжка. И уже по стяжке финишное покрытие, которое выдерживает все серьезные перепады температур. С такой кровлей тепло не будет выходить через крышу. Этот многоквартирный дом стал одним из объектов города Бийска, которым в этом году полностью заменили старую кровлю на новую. В рамках программы и за счет средств фонда капитального ремонта региона. Причем реконструкционные работы не обходятся одной лишь кровлей. Мы демонтировали четвертый подъезд плиту, плиту перекрытия демонтировали. Было на 10 сантиметров, у нее был прогиб 20 лет. Думаю, кровля будет стоять, думаю, никаких проблем не будет. Жильцы дома особо отметили, что и дышать после ремонта стало значительно легче. Подрядчик отремонтировал систему вентиляции. Тут было вообще ужасно. 14 квартир протекались. Вентиляцию всю прочистили. Вообще, которые забиты были, снова вентиляция дышится легче. В некоторых случаях жильцы просят заменить плоскую кровлю на двускатную, шатровую. Мы демонтировали пирог, это утеплитель старый, это, как обычно, шлак, стяжку. Там уже в ужасном состоянии все находилось. Там все эти руберои, все это демонтировано было. Было сделано три армокаменных пояса АБЦ. Мы это все сделали. Соответственно, поставили стропилку со всеми нормативами, с ГОСТами. У меня под ногами до 20 сантиметров эффективного утеплителя, закрытых пароизоляцией. А кровля держится на вот такой стропильной системе из дерева, пропитанной антигрибковым составом и антиперенами. То есть эта система не будет гореть и прослужит очень долго. Всего в этом году в Наукограде новую кровлю получил 21 дом. Но и это еще не все. В рамках плана отремонтировано 43 многоквартирных дома. В 22 из них выполнена замена лифтового оборудования. В эксплуатацию введены 33 новых лифта. В план регионального оператора включены 39 многоквартирных домов по городу Бийску. Из них в 18 планируется замена лифтового оборудования. Это 41 лифт. И в 21 многоквартирном доме планируется капитальный ремонт кровель. Программа капитального ремонта рассчитана до 2043 года. За это время в Бийске отремонтируют сотни домов. И вот таких кровель больше, надеемся, не будет. Константин Ганов, Антон Червяков. Новости. Продолжаем выпуск. 22 студента службы безопасности технического университета отработали навыки задержания преступников. Проверяли сотрудники полиции. Задержание преступника. То есть в данном случае одеваю на него наручники. То есть в этом положении он полностью обездвижен. В ряды отряда входят самые спортивные студенты. На первом месте у них физическая подготовка. Они сдают челночный бег, отжимания, изучают приемы борьбы. Зачеты сдают по полицейским нормативам. Студенты взаимодействуют с МВД по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений на мероприятиях различного уровня. На этом у меня пока все. Эфир продолжат мои коллеги. Ну а мы с вами увидимся уже завтра.